Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники. Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале «Восаду ли в огороде». И сегодня я вас всех приглашаю к себе снова в свой зимний сад, в свою творческую мастерскую, как я ее называю. И сегодня я хочу поделиться с вами, чем же я сейчас занимаюсь, что я сейчас делаю. И хочу остановиться именно на вопросе, обрабатывать семена или не обрабатывать, делать вот все-таки такую процедуру с ними или не делать, замачивать семена или не замачивать. Вот этот вопрос стоит очень довольно-таки так вот строго и существенно, и надо вот именно его решить. И вот конкретно, сначала остановлюсь по замачиванию семян. Дело в том, что в продаже семена продаются настолько-настолько сухие, и пересушенные. Сейчас я вам вот покажу. Сегодня на примере сладкого перца в оловье ухо, я вам буду показывать, как я поступаю с семенами в этом году. Но я и раньше так делала, потому что семена именно баклажан и перца все-таки требуют замачивания. И вот мы сейчас вот посмотрим, семена перца довольно-таки пересушенные. Да и вообще сейчас все семена продаются очень-очень пересушенными. Поэтому, когда мы сеем перец и баклажаны, и ждем всходов, и расстраиваемся, и говорим, ого, да, он действительно, он туго-всхожий, это туго-всхожий перец, это баклажан, он очень долго сходит, и вот прошло у некоторых 7 дней, а он еще не всходит. Но вы представьте, вот такое вот пересушенное семечко, сколько ему нужно потратить сил, да, энергии, чтобы именно разбухнуть в земле, а потом проклюнуться и прорасти. Это, конечно, это очень-очень все происходит долго. Поэтому, вот вопрос, начнем с того, что, первое, обеззараживать ли семена, все-таки проводить эту операцию или не проводить? Делать предпоседную обработку семян или не делать? Все-таки туго-всхожим семенам, вот, ну, перец, баклажаны у нас туго-всхожие, лук туго-всхожий, ну, много есть семян, которые туго-всхожи, туго-всхожи, тяжело всходят. Я делаю предпоседную обработку. Чем можно сделать предпоседную обработку? Это у нас что? Это, конечно, это фитоспорин. Можно обработать семена фитоспорина. Это марганцовка. Это эпин. Это циркон. Это перекись водорода. И в данный момент байкал. Но для ускорения семян, конечно, марганец, ну, он обеззаразит семена, но он не ускорит всхожесть. Он этого не сделает. А вот эпин и циркон с этим справятся. Фитоспорин, да, он сделает обеззараживание семян, но, опять-таки, всхожесть он не ускорит. Можно обработать байкалом. Тоже неплохой результат. Тоже семена обрабатываем, у них повышается всхожесть. Но очень хорошо именно работает над всхожестью эта перекись водорода. Вот я проводила эксперименты. Это и обеззараживание семян, и тут же стимуляция их роста. То есть семена очень быстро проклевываются. Поэтому чем вы будете обрабатывать семена, это дело каждого. Все средства как бы неплохие, все они работают. Кто-то привык, может быть, да, я называю это по старинке, обрабатывать марганцовкой. Но это тоже имеет место быть. Просто я вам назвала вот сейчас все препараты, которыми можно обработать семена перед замачиванием. Конкретно буду сейчас говорить о замачивании семян. Для того, чтобы ускорить прорастание семян. Способом замачивания. Способов замачивания тоже множество. Кто как замачивает. И на туалетной бумаге, и на ватных дисках, и на губках. То есть много-много очень способов. И сегодня я хочу с вами поделиться одним из своих способов замачивания семян и обработки. Мне он очень нравится чем? Тем, что сею очень много сортов, гибридов. Вы скажете, гибрид не надо обрабатывать. Вы знаете, все семена сейчас я буду в этом году замачивать. Для чего? Для того, чтобы посмотрев, если семена проклюнулись, тем самым мы проверим схожесть семян. Чтобы не было зря потраченного времени. Мы ждем, когда проклюнутся семена, а они не проклевываются. Вот чтобы этого не было, в этом году я произвожу замачивание семян. Что мне для этого понадобится? Я вот использую банку. Я беру семена, высыпаю. Это вот здесь в данный момент тряпочка. Это может быть укрывной материал. Высыпаем семена в наш материал укрывной, или там тряпочку, куда угодно. Потом я беру, ничего не завязывая, никаких узлов. Я вот так оставляю один побольше край. И начинаю вот так вот просто заматывать, делать несколько витков, чтобы зафиксировать этот узелок. Так, узелок наш готов. Как я поступаю дальше? Вот здесь мне на помощь приходит что-то. Вот опять-таки строительный скотч. Вот такой, вот строительный, бумажный. Я покупаю, он есть в продаже такой узкий. В принципе, это может быть широкий. Это не столь важно. Что я делаю? Я беру два края этой веревки. Вот, отматываю чуть-чуть, вот так немножко. Помещаю вот так скотч. Ну, отрезаю его. Теперь осталось здесь написать название, сорта или гибрида. В данный момент это перец сладкий, воловье ухо. Кстати, сею его постоянно, очень нравится. Ну, вот таких вот узелков может быть очень-очень много. Я этот узелок опускаю вот так в банку, а сам вот этот строительный скотч получится вот так, как бы на улице. То есть наполняем эту банку с семенами, которые надо сначала что? Сделать предпосевную обработку этих семян. Заливаем эту банку разведенным раствором и оставляем на то время, которое указано именно на пакетике, по инструкции. Все поступаем по инструкции. Замочили. Замочили. Прошло то время, когда надо зам... Все. Прошло то время, мы обработали наши семена. Как я поступаю дальше? Я беру, ну, можно доставать семена, можно не доставать. Выливаю воду, лишнюю воду сливаю, вот с раствором. Узелки вот так слегка отжимаю и все оставляю в банке, в этой банке, в той самой, в которой будут проращиваться семена. Вот, кстати, очень удачно делать вот в самом тонком укрывном материале. Почему? Потому что, когда начнут прорастать семена, вы увидите. И не надо разворачивать там тряпочку и смотреть, что с ними происходит. Все. Вылили, слили воду. Все наши семена слегка отжали. Теперь что делаем? Закрываем плотно крышку и отправляем наши семена в теплое место. Можно в теплое, темное место для того, чтобы они проросли. Крышку вот не берите для горячего. Видите, у меня не получается ее закрыть. Нужно крышку брать для холодного, пластикового. Все. Закрыли и отправляем на проращивание наши семена. Вот как раз таки в этом году я буду показывать, что в улитке я буду сеять семена именно замоченные и пророщенные. Чтобы не было никаких разочарований, потому что в прошлый год тоже у меня были случаи, когда семена не всходили. Но это никоим образом, это не виноват там, как говорится, человек, который их сеял. Это просто вот может быть действительно невсхожие семена. Вот сейчас я вам покажу. Вот в этой банке у меня замочены семена. Вот в этой банке, в тряпочке, у меня были обработаны семена и замочены. Прошло 4 дня. Я специально это сделала все заранее, чтобы вам показать. Сейчас мы вместе посмотрим, что же происходит с семенами. Вот сняла я веревочку, так, разворачиваем семена и смотрим. Вот видите, это перец. Перец гламур. Ну, действительно гламур. Одену сейчас очки. Вот вы посмотрите. Прошло 4 дня. Из всех семян из всех семян обрабатывала фитоспорини. Проклюнулось только одно семечко. Остальные семена набухли. Вот теперь представьте, если эти семена мы посеем сразу сухими, что может произойти? Да может и вообще мы ничего и не дождемся, даже всходу. Поэтому в этом году я буду все семена баклажан и томат, извините, баклажан и перца я буду замачивать. Все-таки это более надежный способ. По крайней мере, мы увидим, в каком состоянии семена и как. Вот еще хотела вам предложить, ну, в общем-то, это и не мой способ замачивания семян. Многие к нему прибегают и, в общем-то, он как бы работает. Я просто хотела вам еще раз напомнить, что семена очень тугов схожи, пересушены, поэтому делаем предпоседную обработку, замачиваем семена и вот в таком вот состоянии, вот с такими ярлычками, привязанными, семена, здесь парниковый эффект, вот они очень-очень хорошо и теплоем, и они хорошо набухают и проклевываются. Способ довольно-таки простой и не запутайтесь ни в сортах, ни в гибридах. Ну что ж, вот, пожалуй, на этом и все. А с вами была Юлия Меняева на канале Высаду Левогороди. Пока! Пока!